Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус, на своих экранах вы видите очередной выпуск сборки. Если вы хотите попасть в следующий выпуск сборки, просто напишите свой кастомный класс в комментариях, и если вы соберете больше всех пальцев вверх, то попадете в следующий выпуск. А сегодня мы рассмотрим сборку под названием Сельский шериф. В состав этой сборки входит чистый 870 с картечью, клеймор и магнум 44 калибра. На мой взгляд, эта сборка оказалась очень интересной. Почему? Ответ просто, эта сборка сталкивает рядового первого ранга и матерого бойца 36 ранга. Вначале я подумал, что голый 870 будет ужасен, но нет. Эта сборка очень хороша и даже немного вариативна. Этот эффект достигается за счет правильно выбранного второстепенного ствола. Забегая вперед, магнум 44 калибра вытягивает 870 с картечью. С данной сборкой я играл только в раж, так как этот режим предлагает нам разнообразный пехотный геймплей. Чистый 870 хорошо себя показал в атаке на вражеские позиции и, конечно же, оборону своих позиций. Даже несмотря на то, что у вас нет увеличенного магазина, 870 с 5 патронами очень опасная штука, которая рвет все. А все почему? Потому что картеч, наверное, самый опасный тип патронов для дробовика, особенно на коротких дистанциях. Да, возможно, батьки надо мной смеялись, когда видели меня не с М-16, а с серьезным американским дробовиком, который служит американской армией уже больше 50 лет. И в те моменты, когда батьки надо мной смеялись, я понимал, что до 8 метров я наношу урон в 216 единиц. Я могу положить двоих с одного выстрела спокойно. И были такие ситуации, когда я весьма быстро убивал пятерых противников на одной обойме. На мой взгляд, автор неправильно сделал сборку, все же в одном месте. Каждый уважающий себя шериф использует 870 с увеличенным магазином на 7 патронов. Потому что мало ли что, а вдруг вооруженное ограбление магазина или даже фермы какой-нибудь. Но у 870 с картечью, конечно же, есть одна маленькая проблема. Дело в том, что он себя хорошо показывает только на коротких дистанциях. На средних и на дальних он бесполезен. И в этой ситуации 870 требует от вас умного и тактического геймплея. Потому что вы не можете выбежать просто на стену противников и начать стрелять. Вы практически никого не убьете. Тут надо использовать тактики всяких обходов с флангов. Где-нибудь засесть, спрятаться и обойти. Вот тогда 870 вам даст приличный счет. Вот лично я играл с прекрасным счетом. Допустим, каждая серия моя заканчивалась примерно на 10-ом, на 12-ом убийстве. И это круто. Даже несмотря на то, что 5 патронов. Тут вытягивает быстрая перезарядка 870 и возможность выстреливать на середине перезарядки. А также мне нравится 870 только по той причине, что он гораздо легче в обращении, чем в Спас-12. Потому что у Спаса, к сожалению, разброс гораздо меньше. Он требует более точной стрельбы. Но все эти недостатки, как я ранее сказал, вытягивает Магдум. Потому что Магдум 44-го калибра это прекрасная переносная пушка, которая рассчитана на то, чтобы аннигилировать каждого противника, который появится на вашем экране. Он прекрасен на средних и на дальних дистанциях. И даже на коротких дистанциях. Но на коротких дистанциях от вас требуется немножко скилла и уметь точно прицелиться в голову. Потому что при попадании в голову Магдум 44-го калибра убивает с одного выстрела. В других ситуациях он убивает с двух выстрелов. И это делает его, наверное, самым крутым револьвером в игре. Несмотря на то, что DICE его понерфили, уменьшили ему перезарядку и скорострельность, он весьма мощный и суровый ствол. Хотя MP412 Rex лучше. Но, к сожалению, он не точечный ствол, а спам-машина. Ну а теперь Клеймер. Ууу, ребят, я столько ставил Клеймеров, и никто на них не подорвался. К сожалению, Клеймер весьма странный тип взрывчатки, который вроде кого-то убивает, вроде кого-то нет. Но во время записи я никого не мог с него убить. Не знаю почему, ставил вроде в правильных местах. Батька не обманешь. Батька с М16 всегда бежит или заметит эту маленькую тварь. А нубасы, они как увидят какой-то странный объект и начинают по нему стрелять. Поэтому подорвать кого-то на Клеймере довольно-таки сложно. Если бы я играл в Close Quaters, где довольно-таки легко использовать Клеймер, то да, было бы куча киллов. Но если вы используете в каких-то тактических ситуациях, он бесполезен. По факту. Лучше использовать С4. В целом, сборка хороша, но в ней нету чего-то особенного, за что можно было бы зацепиться. Потому что голый 870 и Магдон 44 калибра, если честно, в этой сборке нету ничего особенного. Вот поэтому она получает 7 из 10. Ребят, есть много игр, есть много фильмов, есть много книг, где можно найти какую-нибудь интересную оружейную сборку. Ну, давайте сделаем из ФАМАСа БР, из Хейла 4, которую вы могли видеть в ролике, посвященной анонсу стрима по Майкрософт. Или, например, сборка Battlefield 4. Много есть интересных сборок. Либо мне придется менять формат, где я буду сам выбирать из предложенных сборок. Но, на мой взгляд, это будет нечестно по отношению к вам. Поэтому остается система с лайками. И я думаю о том, чтобы перенести сборку на четверг. Потому что не успевая в среду, мне неудобно по графику. Ну, в любом случае, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Пока.